За высоким забором огромные лопухи, деревья, которые доходят уже до третьего этажа и котлован. Его вырыли 12 лет назад под подземную парковку. Сверху должна была разместиться детская площадка. Однако дом номер 61 на улице вокзальной сдали, а вот благоустройство прилегающей территории до сих пор не сделали. Больше всего не повезло жителям первого подъезда. Они оказались практически замурованы. Подбор у меня нет выхода, потому что выход сразу в котлован. С этой стороны подбор, как у всех этого дома. Там запасной, мы ходим только через запасную. А вот такой мы не ходим. Наши инициативные группы неоднократно обращались, как в администрацию города, в инстрой. Даже писали в прокуратуру с просьбой разобраться с этими процессами. Везде идет один и тот же ответ, как под копирку. У организации денег нет, инвестора нет. Ничего мы сделать не можем. Если хотите, обращайтесь в суд. Мало того, что котлован расположен прямо под окнами жильцов, он занимает всю придомовую территорию. Свободным остался лишь проезд шириной в одну машину и крохотная зеленая зона со старой песочницей. Ребенок у нас был 7 месяцев. Сейчас ему уже 12,5 лет. Мы скитались по всем дворам. Нам гулять совсем было негде. Иногда, если приедешь, задерживаешься, допустим, здесь можно минут 20 крутиться по дворам. Просто вообще машину некуда поставить. Абсолютно. То есть здесь уже встают, друг друга запирают, оставляют телефоны. Как правило, здесь весь двор заставлен машинами. Если что-то, не дай бог, действительно там случится, пожар, не дай бог, конечно. Здесь, я не знаю, здесь не проехать спецмашинам вообще никак. То есть никаким ни спасателям, ни пожарным, ни скорой помощи. Стоит отметить, что территория всего двора принадлежит застройщику ООО «Иншстрой». Он бы и рад сдать объект, только, говорит, финансов нет. Ведь более чем из 50 машин и мест в подземном паркинге купили всего одно. Строить начали на деньги дольщиков. Теперь объект пытаются оформить как недострой и перепродать. Вы знаете, сколько денег там закопано? От 27 до, может быть, 35 миллионов. Вот если бы все дольщики согласились бы и все отдали деньги, давно бы это было достроено. Знаете, как? Ну, они говорят, там цену высокую, вы запросили. Здесь? Да. Ой, я вас умоляю. Гораздо дороже есть по городу, гораздо дороже. По словам жильцов, за одно машином место компания просит 500 тысяч рублей. Таких денег ни у кого нет. Поэтому и стоит стройка больше 10 лет. Жители боятся, что при продаже на месте парковки возведут офисное здание. Не знаю, как там несущие конструкции. На вот этом еще что-то построить? Я думаю, что это нереально, да. То есть подземная парковка, она сверху благоустраивается, все там что-то такое будет, площадки там микровые или чего. Вот и все. Стоит отметить, что огорожен не просто котлован. Объект готов процентов на 50. Осталось доделать половину парковочных мест и построить въезд. А дальше можно приступать к благоустройствам. Разрешение на работу компания продлевает каждый год. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».